АРМАН ЗАШИТОВИЧ По работе отраслевого совета. Потому что на самом деле жизнь у вас кипит в отраслевом совете. Проблемные вопросы поднимаются. Мне кажется, мгновенно решаются, а может быть и нет. Но тем не менее, давайте вы начнете сами. Расскажите все-таки результаты деятельности на сегодняшний день. Каковы они? Благодарю Василий за приглашение. Да, результаты есть. Поэтому у нас и работы много, и вопросов много. На сегодня уже в составе совета состоят 32 предпринимателя. По сегодняшний день было проведено более 20 заседаний, на которых было рассмотрено около 50 вопросов. Конечно, вы правы абсолютно, что эти самые мгновенные вопросы не решаются. Но почему такие вопросы ставятся перед АТОМ Мекен, перед нашим региональным, перед нашим советом? Потому что они пусть чуть позже, но все-таки они решаются, и они на контроле всегда находятся. Поэтому и количество наших предпринимателей, которые сам хотят участвовать, быть участниками нашего отраслевого совета, оно с каждым годом увеличивается. Предприниматели очень активные, более, как бы сказать, с каждым годом они более интересные вопросы задают, и интересные предложения поступают от них. Главное, что это живые кейсы, те проблемы, с которыми сталкивается непосредственно актюбинский бизнесмен-предприниматель. Абсолютно верно, да. Именно в том, что эти вопросы, кейсы, они не только актюбинские наши кейсы уже в республиканском масштабе обсуждаются. То есть вы дальше уже продвигаете и решаете вопрос на республиканском уровне? Да. Вопрос, который именно, то, что самые кейсы, которые разрешены, это один вопрос. Но есть те вопросы, которые мы не можем на уровне нашего областного масштаба, регионального масштаба, не можем решить. Они уже переносятся на уровень выше, то есть на республиканский уровень. И хочу заметить, что я уже четвертый год в Атамикене, член регионального совета. Но хочу заметить, что после как-то реформы, после президентских указаний, его предложений о реформировании Атамикен, наши вопросы, которые поднимаются на уровне республики, они намного быстрее, эффективнее решаются эти вопросы. Именно решаются. Ну, хорошо, когда, да, руководство страны поддерживает. И в последнем послании, да, вот он мне понравился, очень четко сказал, не должно быть никаких препонов у бизнесменов страны. Да, 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 абсолютно верно. Как президент указывал, раньше, честно признать, да, в предпринимателях видели как-то нарушителей закона. Да, да, верно. А сейчас президент дал именно тот толчок, то направление, что предприниматель не должен быть таким. То есть не то, что не надо, госаппарат не должен смотреть на бизнесмена, как на потенциального нарушителя. Наоборот, президент, не то, что указан, а президент направил, что малый-средний бизнес, именно он является движущей силой экономики и вообще сам рынка труда. Многие, кстати, забывают, да, о том, что именно экономика страны, она как раз за счет предпринимателей и бизнеса, да. Конечно, каждый индивидуальный предприниматель, который рискует, вроде говорят, да, как мы и говорили, вот этот стереотип, который сложившийся, что госорганы думают, что вот они сам нарушители. Да, бывают нарушения, конечно, всякие ошибаются, но ошибки есть, будут они, конечно, потому что мы, большинство предпринимателей по ходу учатся, по ходу рискуют и учатся работать. Конечно, сложнее, когда бизнес сам пытается выкрутиться из той или иной ситуации, проблемной и так далее. Но когда он эту проблемную ситуацию раскрывает на площадке, правильной площадке, я всегда подчеркиваю, палата предпринимателей Атамикен является именно этой площадкой, именно этой платформой, где можно задать вопросы, где он может решиться. Так говорить голословно где-то, да, на просторах социальных сетей или же решать самому, это не всегда правильно, потому что один в поле не воин. Возможно, та проблема, которая есть у одного предпринимателя, она очень созвучна с предпринимателем другим. Да, мы систематизируем эти вопросы, правильно вы сказали, абсолютно точно, вы направили сегодняшний вопрос, да. Мы систематизируем вопросы. Систематизация вопросов, она не дает распыление просто, да. А то один и тот же вопрос поднимает во всех районах, 12 районов, город есть, это сколько у нас предпринимателей. Каждый, что он сам понимает, мы систематизированные вопросы выносим на нашу площадку Атамикен, и там же мы находим эти решения, стараемся найти решения. Поэтому, да, здесь системные вопросы именно обсуждаются. И, как вы заметили, да, вы правильно сказали, что не только Атамикен просто-напросто помогает в решении этих вопросов, но и обучает. Обучает, помогает именно начинающим предпринимателям в обучении финансовой грамотности. Поэтому здесь последние годы я хочу заметить, что Атамикен расширил круг своих обязанностей, и он, получается, более системные вопросы и разрешает, и помогает предпринимателям. Поэтому круг наших, как говорится, даже отраслевой совет, сейчас у нас три подотраслевых совета мы открыли. Финансы, торговля, просто, я не знаю, как вы знаете, креативно мы еще вообще, как отдельно потом выделили. Поэтому туризм, там много вопросов, возможно, даже мы думаем, что туризм в отдельную, как говорится, отраслевой совет, возможно, да, возведем. Потому что, да, президенту дана задача, что туризм это как отрасль, надо ее развивать. Кстати, касаемо туризма, на день туризма, который у нас был в прошлом месяце, получается, был такой небольшой пресс-тур, да, даже организован отраслевым советом торговли и оказания услуг. И было достаточно занимательно. Творчески подошли мы к этому. Да, здесь, опять же, это инициатива наших предпринимателей. Гостиницы, руководство гостиницы ИБИС как раз и предложило нам этот вариант. И я так скажу, что наши члены отраслевых советов, вы, мы участвовали, оно как-то неординарно и красиво. И сам получилось, что мы не смогли узнать, чем живет, чем дышит гостиничный бизнес. Они изнутри показали, как этот бизнес работает. И мы точно так же эту практику хотим, наши поддержали Бану Галиевна, вот, санаторий Зару. Они хотят продолжить тоже эту тему, показать, как там работают санатории, тур отдыха. И все эти вопросы мы хотим все-таки и развиваем. Это же, опять же, хочу сказать, это инициатива наших предпринимателей. Одно дело, когда мы на пальцах пытаемся объяснить и рассказать, как работает та или иная отрасль. Другое дело, когда уже прям на самой локации мы видим, как все это происходит. Да, здесь как раз, Василий, здесь как раз я хочу заметить, что у нас практикуются выездные совещания. Выездные совещания нашего отраслевого совета. Вы правы, абсолютно, когда выезжаете на месте, мы видим, в чем проблема, какая проблема сложилась. Как ее можно решить? Не то, что мы в кабинете или на площадке Атамикен выслушали доклад того предпринимателя, заявление этого предпринимателя или предложение его предпринимателя. А здесь на местах, прямо выезжая, мы видим простор, что, как этот объект расположен, что ему мешает. Так что эти выездные наши совещания уже мы практикуем. Вот последний раз мы на 41 разъезд выезжали, как раз по заявлению нашего предпринимателя, который сам Тару хочет открыть именно по продаже запасных частей, деталей для тяжелых грузовых машин. И по поводу как раз разворота, чтобы там заезды в эту структуру. Но этот вопрос остался открытым, потому что много еще нерешенных вопросов именно даже у городского Акимата. Ну, самое важное, Роман Зашидович, чтобы люди понимали, как работа строится, алгоритм работы следующей. Все это дело протоколируется и уже за решением, естественно, дело не стоит, потому что есть определенные сроки, в течение которого госорганы должны ответить каким-то образом. Либо вопрос отправляется до рассмотрения, либо каким-то образом решается. Главное, чтобы был контроль. Да, да, да. Здесь надо отметить, что у нас тесный контакт сложился. И здесь хочу сказать, что открытость, то, что там со стороны госструктур, именно департамент полиции, Акимат управления, отдел предпринимательства, мы очень тесно работаем. Отдел по защите потребителей, то же самое. Мы, фонд последний, как раз тесный контакт сложился с фондом ДОМУ, руководство прямо мы в тесном контакте работаем, потому что много вопросов возникало по кредитованию и субсидированию. И в этом отношении, я хочу сказать, госорганы открыты, и тесный контакт, который сложился с Атамикен, оно тоже дает импульс к быстрому, скорейшему решению этих вопросов. Совсем недавно как раз проходила личная встреча с прокурором. Попасть на личный прием к прокурору в здании прокуратуры Актюбинской области, это очень сложно. Нужно записываться, естественно, эта очередь, я думаю, что на несколько недель может быть, потому что выделяет он наверняка пару часов раз в неделю. А здесь, на площадке палаты предпринимателя Атамикен, да, был прием, и предприниматели могли запросто задать свой наболевший вопрос. Да, с прокуратурой тесный контакт, это здесь особо надо отметить. Особо надо отметить, что прокуратура сейчас полностью держит на контроле все вопросы, которые у нас возникают у предпринимателей, если там нарушаются какие-то там законы в отношении предпринимателей. И хочу сказать, что то, что прокурор области лично встречается на площадке Атамикен, это дает для предпринимателей просто открытый доступ. Они могут подойти с какими-то, ну, и тоже хочу сказать, да, все эти вопросы эти все систематизируем. Может быть, у предпринимателей может появиться, что он не смог попасть, но системные вопросы мы решаем. Личные вопросы, как вы сказали, уже там можно будет лично с ним встречаться. Но в любом случае прокуратурой честный контакт у нас, конечно, налажен, и прокуратура держит на контроле все наши не только простые именно предпринимательские вопросы. Я вам, естественно, сейчас вы прекрасно понимаете и знаете, что инвестиционную деятельность, инвестиционное именно саморазвитие всего региона, оно поставлено под контроль прокуратуры. Это указом президента это все утверждено. Поэтому в отношении предпринимательства я так хочу сказать, что со стороны прокуратуры очень тесный контакт, и мы в тестном контакте работаем, многие вопросы решаются. Арман Зашидович, налоговый кодекс, он вызвал прям бурю негодования в чате, обсуждались моменты некоторые, но хорошо, что сейчас все это отложили на время для того, чтобы еще раз некоторые вопросы проработать. Ну, на республиканском уровне, налоговый кодекс на местном уровне. Очень, очень сильный вопрос, который, злободневный вопрос, вы правы, потому что налоговый кодекс, я когда встречаюсь с предпринимателем, говорю, это наша золотая книга, книга обязательств перед государством. Мы этим, принимая налоговый кодекс, мы обязуемся перед государством, что мы такие-то, такие-то налоги в таком-то размере, мы объясняем, что мы будем платить. Поэтому этот налоговый кодекс, который был именно до, как вы знаете, до отмены президента, то есть на рассмотрение еще раз, мы этот вопрос рассматривали. У нас есть финансовый сектор, финансовый сектор и подсектор, и там очень сильно обсуждение было, и мы много, много у нас вопросов, которые там были, как специалисты, эксперты у нас поднимали. И вы прекрасно знаете, что мы участвовали по Казахстану. Первый форум по западному региону проведен именно в Актюбинской области. Это о чем говорит? В городе Актюбе. Это говорит о том, что наши финансисты, наши бухгалтеры, наши аутсоцеры, они сами оказались именно во главу угла по западному Казахстану. Я хочу здесь отметить работу Нургуль Биктеваева, Жанар Кожабаева, которые были инициаторами, именно ответственными за проведение этого форума. Выступили все спикеры такие, ну, как бы сказать, по Казахстану, которые знают толк в этом, именно толк в этом вопросе. По этим вопросам, конечно, мы много предложений сделали. Предложения по налоговому администрированию, частных налоговых проверок, по оборотам в 2 миллиарда тенге, вычеты и так далее, так далее. Очень много. Когда реальные налоговые нагрузки в виде ОСМС, взносов, обязательно пенсионного взноса у работодателя, вот эти налоговые нагрузки как раз вызывают сомнения у наших предпринимателей. Эти мы так, по крайней мере, мы предварительно считаем, что эти вопросы, эти, как раз, налоги, возможно, и не дадут нашим предпринимателям выйти из тени по выдаче зарплаты в конвертах. Поэтому эти вопросы мы будем рассматривать. А вот как раз на заседании нашего отраслевого совета мы как раз и предложили в августе месяце, чтобы именно перенесли принятие этого налогового кодекса в связи с тем, что очень много вопросов. И, как видите, наш президент все-таки услышался слова отчаяния предпринимателей и дали на обсуждение еще год. И я хочу призвать наших предпринимателей, чтобы они активно участвовали в этом обсуждении. Нам дано время, очень драгоценное время. И давайте мы не будем оставлять на конец именно времени, там, когда месяц, два, три остается, мы начинаем уже вспоминать, что у нас налоговый кодекс на носу обсуждение принятия. Поэтому сейчас надо и призываю участвовать, приглашаю в отраслевой сектор. У нас есть координатор нашего отраслевого сектора, Самогулова Динара. Телефон ее озвучить надо будет, да? Да, 8771-229-91-11. Динара Самогулова, Динара Шухановна. Вот она координатор нашего отраслевого совета. Никаких взносов, ничего здесь не нужно. Вы добровольно можете участвовать и примете активное участие. И ваши предложения будут услышаны, ваши голоса будут услышаны в этих вопросах. Очень злободневных и главных вопросах темы нашего государства. На самом деле, понимание от того, как работает отраслевой совет, люди должны понимать, что площадка опять же есть. Здесь можно все вопросы задавать. Что главное, опять же, чтобы результат получился win-win. И мы понимали, что мы хотим. И люди понимали, какая для них будет выгода от того, что они приходят и объясняют все это. Что решение проблемы есть. Что дает как раз членство в отраслевом совете? Членство, оно дает что? Оно вам, наверное, доходов ничего не даст, но оно дает именно ваше участие, ваше видение о развитии предпринимательства в нашей стране. То есть, если вы видите, если его поддерживают другие, это означает, что вы сделали вклад именно в развитие экономики нашей страны. Опять же, у каждого человека должна быть четкая гражданская позиция. Конечно, конечно. Если не я, кто сделает это за меня? Никто за меня не сделает. Приди, поставь вопрос и найди решение. Да, не только. И как раз мы ставим здесь задачу именно нашим предпринимателям. Мы говорим не просто ставить вопросы, а вносить свои предложения. Вместе, да, решать. Вместе решать. Вопросы задать – это легко, конечно. А вот свое видение сам подсказать. Многие этого боятся, но бояться не стоит. Мы выслушаем, мы рациональное зерно найдем. Для этого и были созданы отраслевые советы. Да, отраслевые советы, да. Именно структуризировать все вопросы, которые сейчас касаются предпринимательства. Я так думаю, что эти последние два года они дали эффект. Именно создание отраслевых советов, а не то, что там, когда мы возложили все на исполнительный орган от Амикен. Тогда, конечно, оно разрознено и оставалось между этими отделами. А здесь, когда структуризация идет вопросом, проблемных вопросов, оно на контроле и оно держится. И здесь мы подключаем более сильных экспертов, именно экспертов, которые в этой области. Поэтому они решаются и быстрее, и легче, и, возможно, даже и конкретнее. Ну, те предприниматели, которые уже состоят в отраслевом совете, самое интересное, что они присутствуют не только в оффлайне. Тот, кто уехал или не может присутствовать здесь и сейчас, вот в этом кабинете, в пресс-центре, всегда принимает участие в онлайн. То есть есть разные инструменты, которые можно использовать. Но главное, да, быть и... А Амикен пользуется всеми инструментами, конечно, мы должны передавить. Онлайн, оффлайн, в любом случае, да. Самая главная часть, и хочу сказать, вы правильно заметили, что наши, именно члены нашего отраслевого совета, они стараются не пропускать, участвовать, именно услышать, по крайней мере, кто что думает по этому данному вопросу. Поэтому активное участие в нашем отраслевом совете, ну, вы сами видите результаты, я хочу сказать, оно реальное. Реальное движение есть. Население должно понимать, что все взаимосвязано, да, тот же даже вопрос, который поднимали на одном заседании по эквайрингу, тот процент, который берет банк с предпринимателей, то есть предприниматель возлагает, опять же, на потребителей, и цена от этого растет. Но если мы здесь совместно будем решать этот вопрос, и он решится, то, конечно же, меньше всего, больше всего выиграет население. – Абсолютно верно, абсолютно верно, да. То, что перекладывается на плечи предпринимателей, оно, опять же, тем же бременем ложится на плечи нашего населения. Поэтому об этом мы и говорим, что оно имеет, как бы сказать, цикличность, и здесь этот цикл как-то где-то надо будет прекращать, и поэтому мы ищем эти варианты. – Хочу сказать в этом отношении, да, мы не только эти вопросы поднимаем на уровне нашего самоправительства, мы поднимаем на уровне и всех партий, которые там встречаются, которые приходят к нам. Недавно встречал я с руководителем, председателем партии республики. Там же все вопросы, которые у нас были сам поставлены на уровне республики, мы передали им. Я так думаю, что мы стараемся включить, вовлечь в решение этих вопросов все институты государственной власти. – Спасибо огромное за внимание. Напомню, сегодня в студии был Жильдэ Арман Зашитович, председатель отраслевого совета торговли и оказания услуг при региональной палате предпринимателя «Тамикен». На этом наш эфир завершен. Если вы полностью не успели послушать интервью, найдете его на нашем YouTube-канале. У нас на этом все. До скорых встреч.